Лучший студенческий кампус готов принимать студентов. Ковид-19 набирает обороты. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Амир Ахтямов. При поддержке КФУ открылась выставка «Свияжск. Водные ландшафты». В экспозиции представлены более 30 работ Александра Семенова, посвященных речным пейзажам родного края, а также серия работ, отражающих характер острова Свияжска конца 20-го, начала 21-го веков. Его затаенную красоту, ландшафт и архитектуру. Повседневное течение непростой островной жизни. Деревня Универсиада – это целый мир незабываемой студенческой жизни. Не зря ее называют «город в городе». Атмосфера деревни несравнима, пожалуй, ни с одним другим студенческим кампусом. О том, как администрация подготовила жилую площадь к заселению, узнаете в следующем сюжете. 24 августа начнется заселение в общежитие Казанского федерального университета. В преддверии этого в корпусах деревни Универсиада и студенческого городка прошли подготовительные мероприятия. Специальная комиссия оценивала состояние комнат и мест общего пользования. Общежитие осматривали с точки зрения пожарной и электробезопасности, а также другие вопросы, касающиеся жилых помещений. 11 комиссий, которые осматривают готовность общежитий на предмет готовности к новому учебному году. В это время осматриваются как раз и лестничные проходы, и комнаты, кухни, места общего пользования, душевые. Не только в деревне Универсиады, а во всех общежитиях нашего университета. Потом совместно как раз, то есть это проверяется электробезопасность, пожарная безопасность, с точки зрения охраны труда. Мы стараемся те студенты, которые находятся в это время в общежитиях, обязательно тоже с ними установить контакт, взаимодействовать и спросить то, что бы они хотели улучшить в общежитии. Основной упор в настоящий данный момент был сделан на места общего пользования. Это, как Юлия Владимировна сказала, да, действительно совместно со студентами. Мы это решение принимаем. Места общего пользования у нас это коридоры, это прачечные, это туалеты, это умывальные комнаты. Это, значит, полностью по перечню работы у нас это, мы плитки на стенах все полностью поменяли, значит, кухни, ну и двери в коридорах, коридорного типа. Все дома в деревне Универсиады выполнены по единому проекту со стандартной планировкой и лишь немного отличаются по высоте и дизайну. На территории кампуса расположены пяти- и девятиэтажные дома. Условия в них разные, но ни в коем случае не уступающие друг другу. Так, например, в пятиэтажных домах на каждом этаже есть своя прачечная, где студенты могут постирать и погладить свои вещи. Есть учебная комната, где студенты могут поработать или просто провести свой досуг. В девятиэтажном доме находится кинотеатр. Там жильцы проводят свои вечера за просмотром фильмов. Но стоит отметить, что все комнаты оснащены кондиционерами, датчиками, реагирующими на дым, и радио для оповещения жильцов. На кухне есть буквально все необходимое для приготовления пищи, например, холодильник и электроплита. И, конечно, несомненное преимущество перед другими общежитиями – это отдельный санузел и душ в каждой комнате. Я думаю, здесь уже третий, ну, три года получается. А сейчас я живу один, в однушке, так сказать, один плюс два. То есть у меня два соседа через стенку, я живу один. Всего у нас получается трое. Вот. Соответственно, мне очень нравится у нас своя комната, своя ванная комната. Вот. Душ, все как полагается. Вот. Мебель хорошая, это самое. Очень приятные условия для жизни. Вот. Здесь у нас тачечная, как вы видите. Все, и стиралка есть, и холодильная доска, и утепторы. Ремонтные работы для улучшения жилищных условий проводятся не только в деревне-универсиады, но и во всех общежитиях университета. Комиссия совместно со студентами составляет акты, проводит итоговое совещание, где замечания, которые были выявлены, уже рекомендуют к устранению. Также жильцы участвуют в выборе цвета стен, мебели и необходимого оборудования. Ремонтные работы всех зданий студенческого городка планируют закончить до октября месяца текущего года. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Новый пик заболеваемости COVID-19 набирает обороты. Обязательный масочный режим в России могут вернуть, если заболеваемость вырастет до 60 тысяч человек в сутки. Закупать ли маски и вакцинироваться, чего ждать и кому верить, разбираемся вместе с экспертом Казанского университета. С начала августа в России заметен ежедневно фиксируемый рост заражения коронавирусной инфекцией. Распространяются сразу несколько относительно новых вариантов омикрона. Последний неофициально называют кентавр. Магазины возвращаются к масочному режиму. Так на днях в магните сотрудников обязали носить маски. На фоне роста числа заболевших COVID-19 в торговых заведениях продолжают дезинфицировать помещения, кассы и другое торговое оборудование. Ситуация уже достаточно хорошо распространилась. Мы видим, что больных с каждым днем все больше и больше. И учитывая то, что в России у нас такое классическое недовыявление случаев, по многим причинам, в том числе из-за того, что люди переносят в большинстве своем омикрон и разные его другие варианты, достаточно легко и не обращаются к врачу. В целом можно ожидать, что количество людей, которые заболевают в день, оно в несколько раз выше, чем то, которое публикуется. Беда заключается в том, что коронавирусную инфекцию по симптоматике трудно отличить от обычной сезонной простуды. Омикрон значительно реже, чем другие варианты штаммов, вызывает потерю обоняния. А ведь раньше это был первый признак заболевания. Большую опасность вирус представляет людям пожилого возраста. Так на фоне общего самочувствия обостряются хронические заболевания. Для того, чтобы убедиться, простуда это или коронавирус, необходимо сдать тест. Но есть одно «но» – сдавать тест необходимо в определенное время болезни. К примеру, ПЦР-тест будет наиболее точен на третий-пятый день с момента появления симптомов коронавируса. А экспресс-тест на антиген можно делать с первого дня появления симптомов и до пятого-седьмого дня. После этого концентрация вируса будет резко снижаться. Более частые прививки раз в полгода, или даже чаще, никакого вреда не наносят и улучшают иммунную защиту. Но вообще, каждый здравомысленный человек вакцинируется и ревакцинируется. На вопрос, какая вакцина от коронавируса лучше, однозначного ответа нет. Прививаться или нет – дело каждого. Главное, не забывайте, что таким образом вы сможете снизить риск заболеваемости. Периодическая ревакцинация от коронавируса позволяет не только повысить уровень антител, количественный показатель иммунного ответа, но и уровни критических антител, нейтрализующих вход вируса в клетки человека. Отметим, что уровень коллективного иммунитета COVID-19 в Татарсане упал до 3,9%. Вакцинация – это единственный способ защитить себя и свое окружение. Что ждет жителей республики на исходе лета – экстремальная жара или резкое похолодание в конце месяца? Подробности выяснял наш корреспондент. В этом году теплая погода пришла в республику с опозданием. Этот фактор повлиял на многое, в том числе на дальнейшее поведение температурного столбика. Минувший месяц заполнился жителям республики стабильно высокими показателями – от 28 до 30 градусов по Цельсию. Последние недели лета в Татарстане также обещают быть жаркой. Столбики термометров превысят отметку в 30 градусов. А вот нынешнее потепление официально привязывается к человеческой деятельности. Считается, что из-за антропогенной активности, из-за человека, из-за его хозяйственной работы, которую он ведет и в сельском хозяйстве, и леса вырубают. Благодаря этому идет в настоящее время потепление климата. С какой скоростью? Ну, примерно один градус за последнее столетие. Это много. У нас выжжена абсолютно трава повсеместно. Далее некоторые деревья даже засыхают. Листва осыпаются на некоторые деревья и так далее. То есть это, в общем-то, неприятная погода, потому что в августе должно выпасть по климатическим многолетним наблюдениям 60 миллиметров осадков. А их нет. Настолько экстремальной жаркой погоды. Грядущий сентябрь, по прогнозам, будет сухим и теплым. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов по Цельсию. Эксперты подчеркивают, что аномальные климатические явления за последние полгода происходят повсеместно, вызывая природные катаклизмы. К примеру, на данный момент Европа настигла одна из мощнейших засых за последние 500 лет. Последствия такого явления могут вызвать новые, более глобальные. Это явление экстремальной жары, оно характерно не только для нашей русской страны, оно характерно для Западной Европы. Там еще более высокие температуры, до 45 градусов, и там действительно урожай не предвидится, и пожары и так далее. Это то же самое происходит и в Китае, и в Индии, что еще страшнее, потому что там огромное население, и опять-таки все это скажется, что продовольственный, так сказать, продовольственный кризис вызовет. Предположения ученых относительно грядущей зимы также неоднозначны. Такие прогнозы близки к истине лишь на 60%. Сказать точно можно лишь одно. Помимо человеческого фактора важны и природные. Климат на планете цикличен, поэтому аномальную жару обязательно компенсирует более прохладная погода. Маргарита Михайлова, Универньюз. Учебная аудитория и научная лаборатория набережной Челнинского института КФУ посетили учащиеся школ ЛНР и ДНР. О том, как это было, смотрите в сюжете. Инжиниринговый центр КФУ посетили учащиеся 7-10 классов школ ЛНР и ДНР в рамках профильной смены «Вместе целая страна». Такая смена предусматривает посещение объектов культурно-исторического наследия, музеев, театров, интерактивные образовательные занятия по истории и культуре России и Татарстана. Для школьников была проведена обзорная экскурсия по инжиниринговому центру КФУ, где ребята смогли посетить учебные аудитории и научные лаборатории набережной Челнинского института КФУ. Сотрудники и преподаватели «Альмаматор» провели для участников профильной смены интерактивные занятия по программированию с использованием компьютерных технологий. Также у гостей была возможность попробовать свои силы в управлении роботом Кука, понаблюдать за работой электрофорной машины и послушать лекцию от заведующего кафедры электроэнергетики и электротехники Дмитрия Башмакова. Он рассказал о том, как получают настоящее электричество в современном мире. Мне очень понравилось управлять роботом с помощью джойстика и делать с помощью специальной машины электричества. Еще одним интересным занятием для ребят стала работа с теодолитом. Вместе школьники опробовали на практике прибор для определения горизонтальных и вертикальных углов при топографических съемках, геодезических, макрошейдерских работах. Это, наверное, прикольно здесь учиться и все учить. Получается делать что-то новое, прям вообще что-то космическое. Вот. Я бы хотела здесь учиться. Напомню, что профильная смена «Вместе целая страна» стартовала 20 августа. Ребят встретили на вокзале и организованно отправили в Елабугу, на площадку Елабужского института КФУ. Амир Ахтямов, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института КФУ «Универньюз». На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!